Всем привет! На связи тренер и аромапрактик Наталья Дювиньо. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему важно заниматься физическими нагрузками во время Детокс-программ. Влияние физической нагрузки и спорта на организм – это уже такая истина, которая не поддается сомнению. И самое очевидное преимущество любой физической нагрузки – это потоотделение. Вместе с потом из организма выделяются токсины, поэтому мы смело можем заявить, что любой спорт, во время которого вы потеете, он способствует детоксикации. Также физические нагрузки увеличивают метаболизм, что особенно важно при детоксе. Из-за запуска дополнительных механизмов при очистке в первую декаду может ощущаться снижение энергии и сил. Поэтому рекомендуется такие нагрузки, как быстрые шаги, прогулки. И процесс очищения хорошо дополняется детокс-йогой или пилатесом. Во второй декаде можно уже добавлять кардио. Работающие мышцы нуждаются в большом количестве кислорода и питательных веществ, а также в более быстром удалении продуктов обмена веществ. Чему же способствует физическая нагрузка? Общему расширению кровеносных сосудов, нормализации тонуса мышц, ускорению метаболизма и повышению эффективности работы сердечно-сосудистой системы. Давайте разберемся, что такое детокс изначально. Детокс – это не похудение. Детокс – это очищение. Это процесс многоуровневой активации всех резервов организма, очищение на клеточном уровне от токсинов, продуктов обмена веществ и нормализация флоры кишечника. Этот процесс происходит под присмотром самых лучших специалистов. В него включаются физические нагрузки, детокс-диета, ментальное здоровье и медитации. Давайте поговорим о тех системах, которые задействованы в детоксе. Первое – это лимфатическая система. Лимфа – это прозрачная жидкость, которая циркулирует в лимфатической системе организма. И в организме у человека есть от 1 до 2 литров лимфы. Эта жидкость наполнена токсинами, шлаками, разным мусором, которые попадают в наш организм в течение дня. И вот лимфатические узлы, они фильтруют и удерживают микробы. Очищенная лимфа потом возвращается в кровеносную систему, а токсины и бактерии выводятся несколькими путями. Через потовые железы, через урину и так далее. Правильная циркуляция лимфы происходит только тогда, когда идет сокращение мышц вокруг лимфатических сосудов. То есть, если у вас малоподвижный образ жизни, то лимфа замедляется. Самые распространенные случаи на решение оттока лимфов – это недостаточная физическая нагрузка, неправильное питание и недостаток количества выпитой воды за день. Следующая система – это сердечно-сосудистая система. Объемная скорость перфузии – это кровоснабжение органов растет за счет ускорения сердечных сокращений и увеличения объема и силы выбрасываемой желудочками крови. Так, например, в норме за одну минуту сердце перекачивает 4-5 литров крови. Но при физической нагрузке эта цифра увеличивается до 30-40 литров. То есть, физические нагрузки повышают выносливость сердечной мышцы, сосудов и тканей. Следующая система, о которой мы поговорим – это эндокринная система. Эта система, регулирующая деятельность внутренних органов посредством гормонов, которые выделяются эндокринными клетками непосредственно в кровь и либо переносится через межклеточное пространство, то есть через лимфу в соседние клетки. Все это показывает, что физические нагрузки особенно важны во время детокса. Представляете, сколько систем включается, чтобы выбросить токсины из всех систем организма. Я очень рада, что вы присоединились к нашей программе, и я жду от вас невероятных результатов. Желаю вам хорошего прохождения детокса.